Итак, начнем. Начну я с того же, чего начал в прошлый раз, а именно с самого начала. Рассказывать я буду не про Елан, сейчас, точнее про Елан тоже буду, но меньшую часть времени. Буду рассказывать большую часть времени про программы семейства LinguaDoc. Почему программы? Потому что на самом деле программ несколько. Одна из них старая, под версиями 0.9 что-нибудь там, и вряд ли это когда-нибудь перейдет за единицу, чтобы не создавать путаницу. Это настольное приложение, которое написано на языке C++, работает на настольном компьютере, как самая обыкновенная программа. И, в общем, она самая старая, самая простая, самая быстрая и самая нетребовательная к ресурсу. Второе семейство программ, это то, чем я буду завершать сегодняшнюю лекцию, состоит на самом деле из трех частей. Я покажу функциональность непосредственно веб-портала, расскажу, чем настольное приложение отличается и чем отличается версия для институтов, которую мы только-только сделали. Они, в общем, все умеют просто чуть-чуть меньше, чем веб-портал. У них нет дополнительных каких-то сильных возможностей, но и настольное приложение, и версия для институтов позволяют делать некоторые штуки, которым я потом вернусь. Программа, которая самая старая, подразумевает, что у вас есть некоторая фиксированная структура словаря, то есть заданный набор столбцов, плюс некоторые медиаданные, которые вы можете хранить вместе со своими лексическими входами. Предполагается, что у каждого лексического входа, у каждого парадигма существует ровно одна версия написания. Если их несколько, вы их там пишете через запятую. Фактически это такая вариация программы Excel в каком-то смысле с точки зрения пользователя. И сами файлы словарей являются, на самом деле, базами данных из Colite. Один словарь записывается в один файл. Там можно добавлять, удалять и редактировать сущности. Можно связывать лексические входы из одного и того же или нескольких словарей между собой в единые группы связанности. Также там есть волшебная кнопка, которая позволяет открывать звуки и разметки в программе ProAd. Кроме того, там есть простой поиск по текущему словарю с возможностью автоматической замены. Кроме того, там есть расширенный поиск по всем словарям, которые открыты в программе. И также содержимое таблиц можно просто скопировать в Excel. Обычным Ctrl-C, Ctrl-D. Меня плохо слышно? Окей. Я просто отодвигаюсь, потому что меня немного сбивает. Однако эта программа обладает рядом ограничений. Одно из ограничений заключается в том, что любые действия по изменению данных внутри программы может производить только один человек одновременно. То есть, если кто-то хочет, например, отредактировать темологические связи в одном словаре, он при этом задействует не только свой словарь, но и те словари, которые темологически были связаны с ним когда бы то ни было. В этом случае вам необходимо иметь все копии необходимых словарей и договориться со всеми остальными авторами о том, что они не будут никак редактировать эти словари, пока вы с ними работаете. Это довольно существенное ограничение. Кроме того, при большом количестве словарей, которые связаны этимологически, процедура записи связей замедляется и замедляется и замедляется. По факту на ваших компьютерах больше 20 словарей связать почти невозможно, потому что на самом деле это устроено как некоторая транзакционная система, которая работает над несколькими базами данных. Чем больше баз данных, тем больше одновременных обращений к диску со всеми вытекающими. Также во время семинаров мы нашли ошибку в текущей версии, которую я исправлю, когда вернусь в Москву. Более того, есть еще и ограничения, связанные непосредственно с программой ПРАД. Единственный способ пересылать данные в программу ПРАД, который предоставляют разработчики, не нарушая лицензионное соглашение и не захватывая их лицензию, не позволяет понимать юникодные символы в пути к временной папке, что приводит к тому, что если у вас в имени пользователя есть не латинские символы, дефисы, нижние подчеркивания, восклицательные знаки, то есть если у вас есть русские буквы и вообще любые другие, которые вы не видите на клавиатуре в латинице, у вас не откроется разметка или она не будет сохранена. Кроме того, проигрывание звуков гарантированно работает только в Windows 7, потому что в разных системах разный набор системных кодеков. И вот буквально вчера мы как раз разбирались с Ульяной и так и не победили. Но в общем на некоторых компьютерах может само работать, на некоторых может само не работать. В Windows 7 работает вообще всегда. Кроме того, вам никогда в этой программе не нужно нажимать кнопку Ctrl-S для сохранения данных, потому что они записываются сразу после ввода. С другой стороны, у вас нет никакой возможности откатить то, что вы только что сделали. То есть операции отмены там тоже нет. Так, теперь перейдем непосредственно к этой программе. Программа распространяется в форму переносимого zip-архива, который прежде всего нужно распаковать. В зависимости от программы, которая управляет вашими архивами. Потрясающе. В общем, здесь просто как раз в имени пользователя есть имя пользователя. Русскими буквами. Поэтому мы сейчас воочию сможем увидеть, как это устроено, когда все не работает. В любом случае, в зависимости от того, какой у вас стоит архивный менеджер, это окошко может выглядеть немного по-разному. Здесь конкретно стоит WinRar. Он далеко не везде так выглядит. В смысле, далеко не везде стоит WinRar. В любом случае, первым действием вам необходимо распаковать программу куда-нибудь, где вам удобно будет ее искать. Опять же, без пробелов и не латинских символов в путях. После того, как папка распаковалась, вы можете перейти туда, и вы увидите, что в папке есть два exe-файла. Первый exe-файл – это непосредственно программа LingvaDoc. Второй exe-файл – это Praat. В принципе, можете им… И третий – это как раз служебная программа от разработчиков Praat для пересылки файлов из других программ. Так вот, для того, чтобы начать работать с программой, нужно просто запустить exe-файл LingvaDoc.exe. После чего вы видите окно программы. Я надеюсь, мы все-таки его сейчас увидим. Так, я чувствую, это будет веселая демонстрация. Я не знаю, почему он меня предупредил о переустановке программного обеспечения планшета, и я надеюсь, что это не угроза. Начинаете вы работу с пустого экрана для создания словаря. Вам необходимо нажать кнопку «Создать словарь» и ввести данные о словаре. Это имя файла, название словаря, как если бы вы его, не знаю, хотели издать. Имя составителя словаря, который забивает данные, имена соавторов. На самом деле, это не используется почти напрямую, то есть мы просто импортируем потом это в большой системе. В общем, и короткое описание. Все поля нужно заполнить. После того, как вы нажимаете кнопку «Создать словарь», он через некоторое время создастся. Если, конечно, это действительно не было уведомления о том, что у меня здесь ничего не получится. Ну-ка. Да нет, вроде должно работать. Да, просто достаточно неспешно. В этом окне вы видите в левой верхней четверти примерно непосредственно таблицу для вашего словаря, где вы можете вводить данные. Справа, сверху вы видите присоединенные разметки со звуками, снизу просто присоединенные звуки. Левая нижняя четверть занимает действия над словарем, которые вы можете совершать. Для удобства, поскольку множество людей, компьютеры маленькие, мониторы маленькие, здесь есть галочки, которые позволяют отключать ненужные части окна. Вот примерно так. Вместо этой части окна появляется кнопка. Если кликнуть на эту кнопку снова, эта часть появится. Ну и так, в общем, с теми частями, где эти галочки есть. Итак, для добавления слова в словарь нужно заполнить хотя бы что-нибудь среди вот этих полей, а именно слово транскрипции или перевод. Также здесь вы можете сразу присоединить звуковой файл или файл с разметкой. Присоединение файлов с разметкой устроено так, что для того, чтобы присоединить файл с разметкой, вы выбираете файл разметки в формате .textgrid, а система ищет рядом точно такой же файл с точно таким же именем, но расширением .wav. Это изначально было соглашением с Юлией Викторовной. В общем, исторически так оно и работает. Итак, добавим первое слово. Не знаю, на самом деле, потому что у меня здесь тоже работало секунд 30, а обычно это происходит примерно за полсекунды везде. Так вот, у вас появляется строчка в этой таблице. Можно их, на самом деле, насоздавать побольше. Здесь работает сортировка по колонкам в любом порядке. Номера, которые написаны слева, не являются порядковыми номерами слов. Это просто номер строки в отображаемой таблице. Так, сейчас я посмотрю, запоставляю себе какие-нибудь разметки. Так, ну поскольку Prat здесь все равно не откроется на этом компьютере, то часть с разметками я просто попытаюсь симулировать сейчас, как если бы они у меня были. Или все-таки я сейчас где-нибудь скачаю. Сейчас, секунду я скачаю, все-таки парочку действительно. В любом случае, давайте прицепим вот этот звук с разметкой к, например, этому первому слову, который я создал в словаре. Мы нажимаем на кнопку «Выберите файл разметки». Находим файлик, который обладает расширением текст-грид и открываем его. Так. И сейчас как раз здесь мы замечаем, что программа проверяет, есть ли файл с таким же названием расширением .wav рядом. Конкретно в этом случае у файла есть лишняя точка. Сейчас я это исправлю, и мы снова попробуем. Итак, после чего нужно ввести некоторое название, абсолютно любое, и нажать кнопку «Плюс». После чего вы увидите, что ваша разметка и звук сохранились для вот этого слова. Для того, чтобы добавлять звуковые файлы без разметки, здесь есть менеджер звуковых файлов. Сейчас он откроется. Здесь схема такая же. Нажимаете кнопку «Выберите звуковой файл». Даете ему название. И нажимаете кнопку «Добавить словарь». Здесь также встроен проигрыватель, который, в общем, как я уже сказал, работает надежно в Windows 7 и неизвестно, работает или нет в других местах. Здесь работает. Кроме того, здесь есть переключатель, который позволяет вам замедлять и ускорить звук. И он работает еще менее надежно. И опять же, работает в Windows 7. И не факт, что работает где-то еще. Сейчас я сделаю звук этот потише. И здесь есть регулировка громкости. Надо же. Смотрите-ка, здесь Windows 10 и здесь работает замедление. В общем, это вы сможете попробовать у себя сами где-нибудь. Также у каждого слова можно вносить парадигму. Здесь идея точно такая же. У вас доступны строго те же самые поля. Если вы хотите внести для слова парадигму, вы нажимаете на кнопку парадигма слова. Вносите эту парадигму. Нажимаете кнопку добавить словарь. К этой парадигме вы также можете присоединить разметки и звуки. И я надеюсь, у меня все-таки доедут руки. И вы сможете эти парадигмы еще и удалять. Потому что это до сих пор так и не работает. Кроме того, можно связывать словари этимологически. Можно с самими собой. Можно с соседними словарями. Для простоты я сейчас не буду создавать второй словарь, потому что работает это одинаково и свяжу. Первое слово с словом три. Для этого нужно нажать на кнопку просмотра редактирования этимологических связей. Выбрать. Ну, во-первых, здесь показывается, с чем слово уже связано. Соответственно, для того, чтобы связать слово с чем-нибудь еще, у вас есть здесь выпадающая менюшка, которая показывает, какие словари сейчас открыты в программе. И, собственно, можно нажать кнопку добавить новую связь со словом из выбранного словаря. После чего в этом окошке появляется словарь, который вы выбрали, который можно еще и отфильтровать, если знаете, что ищете. Кроме того, можно при помощи этой галочки показывать или скрывать слова, которые уже были связаны. То есть если вы хотите гарантированно связать с чем-нибудь, что связано еще не было. А, да, но поиск здесь работает только по транскрипции. Потому что меня так попросили изначально. Поэтому сделаем как-нибудь вот так. Вот, отфильтровалась транскрипция, в которой я написал 5. И я нажимаю добавить кнопку добавить связь с этим словом. После чего связь покажется. И если вы зайдете, например, в это слово и посмотрите его этимологические связи, эта связь тоже покажется. И он покажет, собственно, вот эту самую группу связанностей. Здесь подразумевается, что связи равноправные, двунаправленные. И, в общем, это просто группа слов, которые так или иначе связаны между собой. Так, кроме того, в нижней части окна вы можете увидеть часть, которая отвечает за поиск. Она ищет просто по данному словарю что-нибудь. То есть это прямые вхождения. Если вы в объекте любую часть слова, она его найдет. Нажмете кнопку искать, вот у вас подсветилось слово, где оно нашлось. Стрелочки позволяют, вот эти две стрелочки, позволяют перемещаться между найденными словами. Правая форма нужна для того, чтобы найденное вхождение заменить. Если вы нажмете кнопку заменить, я, например, слову транскрипт, вот этот кусочек runs я хочу заменить на, не знаю, 8. И, как мы видим, оно берет и заменяется. Также здесь есть кнопка, позволяющая искать по нескольким словарям сразу. В общем, здесь неважно, по скольки словарям искать, потому что список словарей, по которым вы ищете, показывается вот здесь. Если вы не хотите искать по всем, вы снимаете необходимые галочки и ищете только по ним. Здесь чуть более хитрая система, потому что здесь поддерживаются регулярные выражения на довольно интересном уровне. Но, в общем, кое-какие регулярные выражения поддерживаются, и здесь используются специальные символы. Если вы наведете мышку и поддержите ее на окне, что искать, вам выдастся некоторая подсказка, какой вход он позволяет принимать. Собственно, из этой подсказки можно понять, что, во-первых, вы можете использовать символ процент для того, чтобы искать любые символы в середине. Во-вторых, вы можете использовать знак нижнего подчеркивания, если вы хотите поискать что-нибудь и точно знаете, что внутри есть буква. Вот, например, я покажу, что я хочу поискать слово. Вот, скрипция. Он мне как раз найдет здесь на самом деле вот то, что я здесь обозвал восьмеркой. И справа у вас есть выбор, по каким полям искать. Кроме того, у вас… Во-первых, я сначала покажу, как работают результаты поиска. Они открываются в отдельной вкладке. И если у вас есть вот этот значок, который позволяет раскрыть результаты, значит, что-то нашлось. Если слева пустота, значит, не нашлось ничего. Если вы два раза кликните на это вхождение, вы переместитесь в нужный словарь, в нужную позицию, и вам подсветится найденное слово. Та же история как раз-таки с процентом, но он здесь ищет не ровно одну букву, а сколько угодно любых букв в середине. Это работает чуть медленнее и выдает иногда не самые ожидаемые результаты. Но в данном случае, понятно, результат поиска будет ровно тот же самый. Также здесь поддерживаются глобальные переменные, где вы можете обозвать переменную, в которой будет содержаться не один символ, а множество. Вы хотите искать буквы K или N, например. В примере, по-моему, я что-то такое здесь и писал. То есть, если вы хотите найти слова clean, клик, ну, этого уже достаточно, вы можете назвать переменной A символы N и K. N записывается в верхнем поле. Нотация такая, что сверху вы пишете A равно N, запятая K, внизу вместо последнего символа вы пишете знак доллара A. Я не знаю, здесь, по-моему, не на чем показывать. Да и, в общем, не знаю, будет ли этим кто-то пользоваться. И на этом я завершаю обзор программы LingvaDoc старый и перехожу к программе ELAN. Собственно, программа ELAN разработана в Голландии и предназначена эта программа для составления корпусов текстов или медиакорпусов. В качестве медиа поддерживаются множественные аудиофайлы, множественные видеофайлы и можно использовать программу без использования файлов вообще. Кроме того, эта разметка является многослойной, ну, точнее, можно делать разметку многослойной. И сейчас подождите. По-моему, камера снимает меня, а не экран. Так, камера. Ну, да, ну. Спасибо. Так вот, программа распространяется свободно, она бесплатная. И сейчас мы ее... Я просто нажал кнопку скачать, на самом деле она у меня есть на флешке. Я просто имею в виду, что это обычная ссылка, по которой можно перейти. Презентацию я вам перешлю на почту, поэтому точно так же сможете ее скачать. Давайте установим ее. Установка производится довольно понятным способом. Вам нужно открыть файл для инсталляции, после чего несколько раз нажать кнопку «Дальше». В конце установки этот инсталлер создаст вам иконку на рабочем столе, которая будет называться ELAN 494 или номер какой-нибудь другой версии. Многие спрашивают о том, когда открываются старые версии ELAN, вам предлагают обновиться на более новую бета-версию. В общем, если хотите, обновитесь, ничего страшного не произойдет. С другой стороны, я не уверен, что это необходимо, потому что версия нестабильная. И, в общем, я бы дождался, пока они просто выпустят версию 5.0, и все. Сейчас мы дождемся, пока она установится, и зайдем туда. Кроме того, кроме презентации, я разошлю некоторые инструкции, которые у меня есть. У меня есть инструкция для ELAN на русском языке для программы целиком, и у меня есть инструкция, которую мой коллега писал специально для вас, для того, чтобы вы правильным образом составляли корпуса, чтобы лингводок, который будет позже, понимал их и умел конвертировать в словари. То есть лингводок, который будет позже, понимает любые разметки и отображает любые разметки. Вопрос именно в том, чтобы эту разметку потом сконвертировать в словарь. Итак, у нас на рабочем столе появляется иконка ELAN. Вот она. Чтобы открыть ELAN, надо... Вот об этом предупреждении я и говорил, что многих он предупреждает о том, что вышла аж целая версия 5.0 бета. В общем, пока слово бета из нее не исчезнет, я бы не качал. Так вот, у вас открывается окно, которое выглядит достаточно обычным образом. Кроме инструкции я пришлю вам, или у вас на самом деле уже есть, файл, который называется lingvodok template. Первое, что мы делаем, это открываем этот файл. Запомните, где он лежит, и никогда не портите его, а то структура корпуса может сбиться, и вы будете отсылать в систему что-нибудь другое. Собственно, вот он, lingvodok template. Я буду рассказывать все это на том же самом примере, на котором объясняется работа программы в текстовой инструкции. Нам когда-то давно прислали корпус, записанный в формате Microsoft Office.docx, то есть кто-то просто текстом набил строчкой за строчкой свой корпус. Я буду показывать, как перенести этот корпус в Елан. После того, как я закончу с Еланом, я расскажу о нем, сделаем перерыв. Так вот, пример у меня это Библия на хантыйском языке. Первое, что я вам рекомендую делать, это делить экран на две части. Если у вас есть какой-то образец. Даже если вы переписываете корпус, например, какой-нибудь отсканенной книжки, гораздо удобнее не переключаться между окнами, а смотреть туда и туда, если позволяет размер экрана. Так вот, мы открываем файл lingvodok template.jav, и первое, что мы делаем, это нажимаем кнопку файл и сохранить как. После чего мы выбираем какое-нибудь новое имя для файла, который мы будем редактировать, чтобы не испортить шаблон. Слева внизу вы видите, я вот сейчас ввожу вокруг этого места мышкой, те слои, которые были заранее заданы нами. Поскольку слои взаимосвязаны, чтобы было меньше путаницы, и чтобы у вас не происходила пересортировка их порядка, я рекомендую нажать правой кнопкой мыши вот в этом столбце и нажать кнопку упорядочить слои и упорядочить по иерархии. Ну, если у вас русская версия программы и русская версия Windows. После чего мы можем заметить, что корневым слоем является слой текст, дальше от него зависит напрямую слой литеры translation, дальше идет translation, от которого зависят еще два слоя. Первый слой текст задается только секундами интервала, который вы размечаете. Да, извините, я поправлюсь, потому что я в этом порядке читал на семинаре, а потом понял, что, в общем, не совсем правильно сделал. Дело в том, что, как я уже сказал, Гелан по большей части предназначен для составления медиакорпусов. Это значит, что вам нужно присоединять медиафайлы. Если у вас есть медиафайлы, и вы работаете не с памятником, первое, что вы делаете, это нажимаете правка, выбираете присоединенные файлы, и здесь нажимаете кнопку добавить для медиафайла, который вы собираетесь размечать. После этого шага разницы в работе никакой вообще. LinguaDog поддерживает только работу с одним единственным медиафайлом, который присоединен к разметке. То есть обычно это длинная аудиозапись, которую вы постепенно размечаете. Если бы я сейчас добавил файл, здесь просто появилась бы wave-форма этого файла, ну и плеер начал бы, вот плеер находится вот здесь, по кнопке play его воспроизводить. В остальном разницы вообще никакой. Так вот, вернусь к слоям. Слой текст задается исключительно временным интервалом, и как раз таки он привязывается к фактически звуку. Если он у вас есть, если звука у вас нет, вы можете увидеть, что здесь нарисована временная шкала. в секундах при данном уровне увеличения. И снизу справа есть ползунок, который позволяет менять масштаб. Если подвигать его вправо, то эта линия времени приближается. Если двигать его влево, она уменьшается. Ваша задача разметить сначала текст по предложениям так, чтобы на отрезке укладывалось одно предложение, если у вас есть звук, чтобы оно попадало как раз в те пределы, где это предложение звучит. Если у вас нет звукового файла, то абсолютно неважно, какой интервал вы выбираете. Просто выбирайте любой. В данном случае звука нету, поэтому мы просто копируем первое предложение. Выделяем как раз интервал, в который мы хотим его вставить. И поскольку пытаемся мы его вставить в первый слой, два раза кликаем мышкой в пределах выделенной области. И нажимаем Ctrl-V или правой кнопкой мыши вставить, кто как привык. Следующий слой подразумевает запись литературного перевода того текста, который написан выше. Этот слой напрямую связан с первым. И здесь интервал в точности совпадает с первым. Поэтому здесь уже выделять ничего не обязательно. Можно просто два раза кликнуть где-нибудь под первым отрезком. Сюда мы вставляем литературный перевод этого участка. В моем примере это четвертая строчка. Следующий слой соответствует пословному разбиению предложения, которые написаны в первом слое. То есть, если первый слой вы записывали так, что вы слушали, где на аудиозаписи находится начало и конец предложения, в данном случае вам нужно слушать, где находится начало и конец слова. Поскольку здесь есть переменная шкала, вы в любом случае можете запомнить позицию, где это слово звучало и выделить нужный участок. Также в этот слой попадает гласировка по соглашениям с Юлией Викторовной. Глассировка должна писаться через дефис. То, что вот здесь в серединке может содержать либо дефисы, либо точки, мы распознаем это как латинские большие символы с числами, разделенные дефисами или точками. То есть вот это наш признак того, что это гласировка. То, что до этого мы считаем переводом. Ну, я имею в виду, наш парсер, который переводит это все в словари потом. Итак, давайте разметим это предложение. Сюда у нас попадает перевод. Вот мы выделяем кусочек, два раза кликаем мышкой, копируем, вставляем, нажимаем Enter. Выделяем следующий кусочек. То, что здесь могут возникать паузы, вас не должно пугать, потому что между словами почти всегда есть паузы. Если их нет, можно пристыковать вплотную. Ничего особенного. Если вдруг вам кажется, что вы промахнулись, ничего страшного, ничего не нужно удалять. Если вы промахнулись ровно в одной разметке, не знаю, будет ли это видно на записи, но в обычном положении отрезки, которые обладают временными интервалами, отображаются черным цветом. Если вы выбираете разметку, она становится синий. То есть сам отрезок становится синий. Я только что выделил разметку Христос. Ну, интервал Христос. И я думаю, что я не попал. Собственно, я только что его выделил. И вот сейчас выделю участок, где я считаю, что он на самом деле должен был быть. После того, как мы его выделили, мы можем нажать правой кнопкой мыши на отрезок и нажать кнопку «Изменить время аннотации». Если вы, опять же, привыкли к использованию шорткатов, сейчас я его подвину в другое место, то то же самое действие можно сделать при помощи сочетания клавиш «Контр-лентер». Вот он опять сдвинулся. Двигать можно в любое место, но, как я уже сказал, ровно одну разметку. Более того, если вы двигаете таким способом верхнюю разметку, она потянет за собой все нижележащие, но не в смысле пропорционально потянет, а в смысле она просто поведет себя, как коробка с гайками. Гайки сместятся к стенке, они будут распределены по дну равномер, как лежали до этого. Но в этой программе любое совершаемое действие можно отменить клавишей «Контрол-з» или меню правка «Отменить», и он даже напишет, что последнее вы сделали. И там даже есть некоторая история действий. Итак, доразметим все-таки первый абзац. Да, если у вас текст не попадает в выделенный интервал, ничего страшного, всего лишь достаточно изменить масштаб. И он попадет. И в любом случае текст никуда не теряется. Его можно посмотреть в множестве мест. Их я показывать здесь сейчас не буду. В руководстве Елана это очень подробно описано. Так вот, мы заполнили третий слой для первого предложения. Здесь я, наверное, поправлю, чтобы опять не сбивать вас с толку. У меня получилось более коротко. Предполагается, что вот этот конец совпадает с концом вот этого предложения. Хотя это не обязательно, если у вас опять же нет звука. И вот я снова выделил интервал и сузил. Следующие два слоя после перевода также зависят от перевода. Ну а перевод зависит от текста. Поэтому здесь никаких времен задавать уже не нужно. Можно просто дважды кликать мышкой по участку под необходимым отрезком. Так, я здесь, кажется, совершил опять ту же ошибку, что и на семинаре, потому что подумал, что это одно и то же слово. Но это не так. Сейчас я быстро поправлю. Теперь вроде правильно. Так вот, размечаем, как тут все это было написано. Мне эта нотация все еще неизвестна, но, судя по всему, вторая строка – это транскрипция. Как видите, если набить руку, процесс очень быстрый. Могу сказать, что делаю это примерно пятый раз в жизни. Так что набивается рука очень быстро. И пятого слоя в моей вот этой референсной разметке нету. Поэтому я ее просто не заполняю. Но сюда, по идее, должна попадать запись слова в оригинальной записи. Но здесь каждый из вас отдельным образом договаривается с Юлией Викторовной и Анной Владимировной о том, что именно должно попадать в каждый слой. То есть я сейчас показываю то, что я в основном видел и то, насчет чего мы писали инструкцию. Пара полезных вещей. Во-первых, немногие знают, но здесь есть возможность искать по множеству файлов. То есть понятно, что здесь есть совершенно обычный поиск, который показывается по Control F, но вот видите, здесь есть меню поиск. Я об этом, я, кстати, по-моему, на семинарах не говорил. И здесь есть, во-первых, поиск и замена в нескольких файлах. Но здесь вам нужно совершенно точно знать, что вы делаете, иначе можете испортить сразу все. Во-вторых, здесь есть просто поиск по нескольким файлам EAV. Он позволит вам посмотреть, в каких файлах что нашлось и позволит походить по результатам поиска. Кроме того, здесь на самом деле есть еще и более сложный поиск, который вы можете прочитать в руководство, которое я потом пришлю, или которое вы себе скопировали на флажку в компьютерном классе. Также часто возникающие проблемы. Проблема номер раз заключается в том, что если у вас нет медиафайла, ваша временная шкала ограничена пятью минутами. И, к сожалению, это исправляется довольно нетривиальной последовательностью действий. Шаг первый. Мы перемещаемся в самый конец таймлайна, так что начинаем видеть вот самую границу вот этой пятой минуты. И понимаем, что дальше шевелиться некуда. Вот я пытаюсь и не могу. Выделяем самый конец до самого-самого края, до конца мы можем дотянуть мышь. Вот, выделено. В верхнем слое создаем разметку. Абсолютно неважно какую. Просто какой-нибудь бессмысленный набор букв, так чтобы вы потом поняли, что это бессмысленный набор букв. И, собственно, вам нужно будет эту аннотацию выделить, нажать правой кнопкой мыши и выбрать последний пункт в этой выпадающей менюшке. Сдвинуть активную аннотацию. Это меню позволяет вам вбить время, на которое нужно сдвинуть аннотацию. В принципе, это некоторый аналог того, что я показывал при помощи Ctrl-Enter, но здесь просто можно задать в секундах, куда двигать. Так вот, чтобы расширить таймлайн на необходимое количество времени, мы вбиваем необходимое количество секунд. Здесь несколько форматов записи. Если вы напишите просто число, оно будет воспринято как миллисекунда. Если вы напишите число, точка, число, это будет воспринято как секунда и миллисекунда. Если вы напишите число, двоеточие, число, точка, число, это будет воспринято как минута, секунда, миллисекунда. И то же самое с двоеточием, с часами. Я как-то думаю, что в таких случаях гораздо удобнее просто писать миллисекунды, но побольше, потому что много не мало. Так, ладно, он не сказал, что слишком много. Но, в общем, после того, как он принимает число, которое задает сдвиг, вы видите, что ваша разметка пропала. И, в общем-то, так и должно быть. А таймлайн при этом не расширился. После этого мы сохраняем разметку. Сохраняем файл с разметкой. Вот, нажимаем файл сохранить. И выходим из Елана. И открываем эту разметку заново. Проще всего это делать через меню файл, открыть недавний файл. Так, и у нас открывается наш недавний файл. Только, как мы видим, таймлайн теперь у нас длится 6 часов. И наша искусственная аннотация теперь тоже в самом конце. Ну и здесь, естественно, история повторится. Если мы дойдем до этой точки, нам придется расширять таймлайн снова. Перед тем, как сдавать разметки, когда вы окончательно убедились, что вы заполнили все, естественно, неплохо бы эту бессмысленную разметку удалить. То есть сместиться в самый конец и просто ее стереть. Правая кнопка мыши – удалить аннотацию. Так, благо это еще вторая проблема. Да, вторая проблема уже не с самим Еланом как таковым, а с некоторыми непредвиденными особенностями. А именно, когда мы делали систему, мы не учли, что у вас очень слабые компьютеры. А для отрисовки EO-файлов в браузере тем способом, которым мы это делали изначально, требуются достаточно существенные ресурсы, поскольку мы строим эту штуку как граф. Эта ситуация изменится буквально месяца через полтора, когда мы выкатим новую версию движка. Однако сейчас проблема все еще сохраняется. Поэтому я настоятельно рекомендую, более того, очень настоятельно рекомендую, потому что это как бы прежде всего у вас не будет открываться, сохранять разметки интервалами по 30 предложений. В принципе, можно и больше. То есть у меня на компьютере, например, открываются тысячи предложений. Но это будет занимать все больше и больше времени. И многие жалуются на то, что там даже 60 предложений не открывается. Поэтому я бы остановился на безопасном числе 30. Для этого вам не нужно разбивать ваш текст в разметке на много-много-много файлов. Вот вы работаете с этим файлом, ханты.еафф, например, и продолжаете с ним работать. Просто перед тем, как заливать это в систему, вы можете посмотреть, здесь есть счетчик предложений в каждом слое. Вот я показываю на него мышкой. Вы можете прикинуть, насколько примерно частей нужно разбить корпус перед заливкой. После чего все делается очень просто. Вы берете, вот точно так же, как вы создаете разметки, выделяете необходимый временной интервал. Можете уменьшить масштаб, понятно, вот сейчас. Я выделю примерно 30 предложений в моем масштабе. Вот я думаю... Нет, даже мало, наверное. Я думаю, что вот как-то вот так. Я беру, выделяю примерно вот этот кусок и слежу за тем, чтобы здесь где-нибудь кончалась аннотация. Нажимаю файл и нажимаю кнопку сохранить выделенный интервал, как я. После чего он предложит назвать этот файл как-нибудь, я напишу, что это, например, ханты 1-30. И если у вас есть медиафайл, необходимо поставить галочку «Вырезать из медиафайла выделенный фрагмент с помощью скрипта». Ну и вот у меня там в папке сейчас появится в точности этот фрагмент. Когда вы пройдетесь по нему целиком, в общем, можете заливать систему. Об этом я расскажу на следующей паре. Вроде про Елан я рассказал все, что хотел, и предлагаю устроить небольшой перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!